Привет, бойцы! С вами проект Муай Тай Сите. Мы продолжаем видео уроки за здоровый и за трезвый образ жизни. Сегодня у нас в гостях, или я в гостях, в общем, мы в Плазма Джим. И с нами Балабанов Андрей, мастер спорта по дзюдо, по самбо. И я его попросил показать именно приемы дзюдо в целях самообороны на улице. У меня есть видеокурс Тритай, где мы разбираем самооборону в стиле Муай Тай. Но это больше ударная техника, а здесь именно борьба. Потому что бывают ситуации, когда не всегда получится ударить, или просто не хочешь ударить, да, увалить там с локтя в нос, сломать 10 переломов, потом кучу заяв в милицию. Это никому не надо. А просто человека там повалить на пол, ну вот это было бы, скажем так, иногда практичнее и интереснее. Сейчас попробуем разобрать несколько захватов. Именно когда, да там, пьяная бытла и гопота какая-то делает какие-то захваты, и уже приемами дзюдо мы их будем обезвреживать. Смотри. Бросок интересный и эффективный. То есть при падении, сразу хочу сказать, неожиданно не то, что падаешь на землю, а то, что падаешь пятками о пол. То есть можно подвернуть ногу и забить просто пятку. Да, я так понимаю, это частая травма, да, Андрюха? Да, в борьбе это особенно, когда идет набарывание с пальцами, то во время падения, когда подловили тебя на движение, где-то, ну бывает, это все равно, что как вы, спаймруйтесь, где-то провалился кто-то, и на встречке выбросил руку, по перелом сразу носа. То же самое у нас, где-то подловили, пятки по амплитуде, бух, а пол, все, блин, две недели потом ходишь. За бой пятки я на себе уже почувствовал, осталось сломать ухо, я могу называть борцом, да? Ну я, по-моему, не борец, ничего никто не сломал. Да, кстати, видите, ухи целые, да, хоть и говорят, что у всех борцов, мне кажется, это то же самое, как миф про то, что у всех боксеров нету хрящика, потому что все боксеры специально удаляют хрящик или его ломают, для того, чтобы потом не разбивать нос. То же самое про борцов, это, наверное, каждому свое, все-таки мастерство, это не зависит от того, сколько у тебя переломов там и ушибов. Ну я помню, когда учился в Чичнирской резервах, то у нас воленки сами себе ломали в комнатах. А зачем? Да, кто их знает? Для понта, для вида, да, чтобы сказать, что это... Ну я раз, сколько в жизни был случай, меня ударили там в партере локтем в ухо, то у меня просто синюшность была сверху, ну не надувалось ничего. Ну тут еще, как понимаешь, хрящики, есть мягенькие уши, а есть такие жесткие, чтобы и все, сами ломаются. Ну опять-таки генетика и случайность, то есть сломанное ухо не говорит о том, что борец там супер уровня, там какой-то мастер-международник. То есть это просто говорит, что он сломал себе ухо и больше ни о чем. Итак, второй прием, опять-таки я в полетах. Очень часто бывает, да, любят его делать профессиональные гопники, там наезжаторы, когда берут одной рукой за шею, говорят, ну че ты братюня, че ты... Бычи, бычи. Да, как называется, включают быка, типа, ты че, давай бабло, ну че ты, бля, епта это, давай, куда-сюда. Повисаю на ручке, не даю человеку выпрямить руку. Зафиксировать локоть. Потом просто... Давай. Потом выполняю скрестный шаг, ну как в предыдущих приемах, как уже по-видимому показывали. Выставляю, перекрываю человеку ногу ручкой, поддаю плечом и сбросу. В общем, прием по сути не... ну не сложный, скажем так. Мы его попробуем сейчас сделать. Есть фиксация локтя. Да, чтоб я не выпрямил. Самое первое, зафиксировать, чтоб человек чуть-чуть пошел на нас. И немножко, я так понимаю, пригрузить корпусом. Чуть-чуть подсесть. Дальше идет скрестный шаг, вот это такая чисто дзюдоистская фишка, которую надо отрабатывать. То есть вот это. Да, потом ногу перекрываешь мне ниже колена. Все, и сброс. Правой ножкой я перекрываю его правую ногу ниже колена, для того, чтобы он не смог перешагнуть и побежать. И дальше прихват, да, за одежду или просто за плечо и бросочек. И дальше уже тюр-тюр-тюр, уже работа, кто как хочет, кому как нравится. Сейчас еще раз покажем немножко на камеру, да, вот сюда с этой стороны. Опять-таки взял, прикрываю ноготь, скрестный шаг, перекрываю правую ногу правой ногой, плечо подхватил, тазом делаю, подбрасываю станции жопой, да, и отсюда. Это очень хорошо, мне нравится, когда еще фиксируют колени. Есть такое у вас, да? Есть. Можно фиксировать, ну я сейчас могу продемонстрировать. Фиксируют корпус с коленями, и ты дальше работаешь, не давая противнику подняться с партой. Ну вот, допустим, я сбросил, я могу фиксировать и просто потом переходить на вытачку на руку. Да, вот тоже отличный вариант. Ну, для улицы, скажем так, просто успокоить, чтобы у человека уровень адреналина упал, когда ты ему начнешь выкручивать локоть. Ну, тут тоже есть момент, если такая машина не рассчитает силу и хрустнет локоток, то, наверное, потом заявой не обойдешься. Ну, если да, быстро потом сесть в машину и уехать, и убежать, чтобы не искали, то как вариант, отлично. Итак, третий прием, он применяется с захвата за голову. Часто бывают ситуации, особенно у новичков, там у среднего уровня таких спортсменов. И очень часто на улице, что-то не знаю, что, но все хотят тягаться, особенно со школьных лет это, наверное, идет. Когда начинается какая-то борьба, и как-то получается так, что тебя вот берут за голову. Очень часто этот прикол, и как бы стараются, типа, бросить через бедро, но это делать не умеют. И просто держат голову, зажимая шею, и душа, да, и на улице такое бывает. Что мы делаем? Я могу использовать человека, просто его силу против самого. Во-первых, я пойду бедро, чтобы он не смог меня подбить. Повисну на руках, и просто вкручусь его. Первый раз, и я вышел сверху. Здесь уже могу работать, отжимать голову, садиться на ручки или добивать просто. Вот, то есть, суть этого приема в том, что ты занимаешь маунт, как-то. Ты занимаешь верхнюю позицию. Это основной принцип дюдо. Правильно? Да, и все единоборцы. Во всей борьбе, скажем так. Ну, в принципе, да, и в ММА то же самое. Занять маунт добивать. В дюдо занять верхнюю позицию. Там уже ты можешь и болевой сделать, и удержание. Работать сверху. Работать сверху. Еще раз разбираем. Уже давай. Да, давай слева. Вот взяли вас, было понятнее. А пошел таз, перегрузил на ручки и подниму. Все. То есть, я был снизу, оказался сверху. Выполнена задача. Что хочу подметить. Когда тебя начинают бросать с перекрутом, захват расцепляется сам собой. Потому что, когда ты летишь и крутишься, ты уже не думаешь про то, чтобы держать шею. Ты уже думаешь про то, чтобы не гэкнуться башкой об асфальт. И, естественно, сразу начинаем, ну это рефлекс, как бы, сразу отбрасывать руки, чтобы простраховать спину, плечи, там не стукнуться башкой. Давай я попробую это все дело. Вот взяли, мы пригружаем, обходим сбоку и ныряешь, нет, ну и жалоб. И ныряем, и захожу сюда. Отсюда уже выходим на маунт и дальше работаем. И под левую ручку, то же самое. Зашли. И отсюда выходим. Ну, не совсем технически правильно, скажем так, да. Но, но суть, как бы, в том, что все равно получилось перекрутить. Поэтому, я думаю, если это четко поставить цель, нарабатывать, ну, это можно сделать очень легко. Как бы, сама суть этого приема, насколько я понял, в том, что человек, когда держит за шею, он уже стоит в наклоне. Да, да. Главное, обойти просто бедро, чтобы я не улетел, обошел таз его, и все. Самое главное, не перейти, не кручаться, потому что он меня бросит. Я обошел здесь, теперь здесь могу кручаться. Я этом ничем не выбиваю. Когда вас держат за шею, вам надо с позиции сзади, встать в позицию сбоку и чуть-чуть спереди. Здесь я уже тебя не скручу одними руками. И отсюда уже... Даже если я буду продавливать, я тебя обращу в ситуации, ты просто кручишься дальше сюда и перейдешь. И все, и отсюда мы уже работаем. Тебе не грозит никакое падение жесткое с этого захвата. Вот такой отличный, как бы, казалось бы, простой прием, но отличный. Опять-таки, немножко подумать надо, да? Мы применяем, грубо говоря, законы физики. И человек, когда стоит в наклоне, мы сами его заставляем башкой клюнуться в землю и перевернуть. То, что не шарит, то, скорее всего, и ударится головой. Потому что пойдешь сразу вниз, и когда за собой потянешься. Вот такие сегодня вы узнали три отличных приема для самообороны на улице из ЮДО. Спасибо, Андрюха. Да, на здоровье. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись с друзьями этим видео. И обязательно напиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Удачи в тренировках. Субтитры подогнал «Симон»!